МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительное, рядом, уютная деревня и завораживающая красота. Храм поклонения Всевышнему с белоснежными стенами словно бы выглядывает из зимней дымки и устремляет ввысь золоченые купола. Мечеть Суфия стала настоящей местной достопримечательностью и из года в год привлекает прихожан и туристов. ГОВОРИТ ПО-ИТЕЛИНСКИ Изящное благородное строение сочетает в себе восточные мотивы и элементы культуры башкирского и татарского народов. Такой она задумывалась и ее архитектором Айваром Саттаровым. В ней удивительным образом совмещены мощь и легкость, величие и витиеватая красота. Во внутреннем убранстве глаз радует уральский мрамор двух цветов, причудливая многоцветная итальянская мозаика, позолота, чешские люстры и светильники. Изысканные ковры, сотканные по индивидуальному заказу. Убранство мечети не только поражает внешней красотой, но и содержит главные элементы – отсылки и цитаты к священным текстам и персонажам священного писания. Так на стенах храма на арабском написаны имена Аллахом пророков Мусы или Моисея, Нуха или Ноя, Ибрахима или Авраама, Гайсы или Иисуса, Адама и Мухаммеда. На стене – короническое обращение. Сверху – цитаты священного писания. История храма Началась много лет назад, когда житель деревни Равкат Контиков дал трогательные обещания своей матери. Простая сельская учительница Мсуфия Апам была образцом мудрости для жителей Контиковки и для своего сына Равката. Простая сельская учительница Мухаммеда. Возведение мечети началось спустя годы. Появились возможности, были готовые селяне. Особая роль – инициатива у меценатора Равката Контикова. Однако в процессе помогали все неравнодушные жители деревни и верующие. Помощь была очень большая. Я бы хотел отметить, конечно, помощь Бурманаева Раиля Равкатовича. Он очень сильно помогал. Он от основания до конца помогал. Даже он сам полумесяц поставил. Он очень был этому рад. В настоящее время, его сейчас нет на земле, он очень-очень сильно помогал. Но люди тоже помогали, чем могли, конечно. Селяне собираются на молитвах, на праздниках мусульманского календаря. Работают в мечети шесть священнослужителей и сотрудников. Руководит храмом Рамиль Хазрат Зайнулин. Родился он в Альшеевском районе. Получил духовное образование в Ульяновске, Казани и Уфе. С детства задавался вопросами о смысле и устройстве жизни. Ответы нашел в вере. Вот уже не один год он трудится в мечети Суфия. В год здесь проводится больше 300 обрядов никах. Около 150 обрядов именно речения. Провести здесь главные церемонии стремятся жители близлежащих городов и деревень. Гостеприимная контиковка встречает путников. Двери мечети Суфия открыты для прихожан с чистыми сердцами. Прихожане приходят, когда Курбан-Байрам отделяют место специально для этого жертвоприношения. Там жертвоприношения делают, потом также рядом готовят кушать. Очень много бизнесменов приезжало в этом году, я могу сказать. Организовали очень хорошо Курбан-Байрам. Даже мои внуки довольны остались. Они сделали детскую площадку, там кататься с этих. Потом мороженое. Квас был бесплатный. Пожалуйста, подходи и кушай, пей. Также был плов хороший сделанный. Плов тоже раздавали. И мясо раздавали. Ну, как это принято, уже на Курбане мясо раздавали. Величие и красота повсюду, в том числе и снаружи храма. Во внешнем благоустройстве авторы придумали и воплотили интересное решение. Настоящее украшение мечети и всей деревни – пруд, расположенный рядом. Это полуискусственный водоем, созданный на месте бывшего болота в форме полумесяца. По берегам – елочкам, посвященные участникам Великой Отечественной войны. Многие объекты в Кунтиковке созданы благодаря неравнодушию ее жителей. Так, на свои сбережения один из них, Абдулхай Мухтарович Кунтиков, воздвиг памятник, посвященный землякам, участникам Великой Отечественной войны. На нем два столбца. Один содержит имена героев, погибших за родину. Другой – имена тех, кто вернулся с победой. Всего 65 бессмертных имен и фамилий. Памятник собирает селян. Здесь, на площадке возле него, проходят митинги в памятные даты и встречи в праздник 9 мая. Великой Отечественной войны Всякий заметит, что очень многие жители деревни словно выносят ее название в своих фамилиях. Создается впечатление, что если не всем, то каждый второй здесь Кунтиков. А ведь возникновение названия населенного пункта и этой фамилии есть красивая версия, практически легенда. По этой версии Кунтиков фамилия изначально русская. Много лет назад в Казани один юноша-татарин и русская девушка полюбили друг друга. Но родители были против их союза. Тогда влюбленные покинули родину и приехали жить в эти края. А чтобы их не нашли недоброжелателем, парень взял фамилию возлюбленный. Так и появился род Кунтиковых. И возникла деревня. Сегодня населенный пункт насчитывает 170 домов. Деревне больше 100 лет. На протяжении всей истории численность ее населения колебалась в районе 200-300 человек. Максимум был достигнут в 1959 году. 390 жителей. Кунтиковка – это единый организм или даже семья. Активные жизненные позиции отличаются тут многие. Каждый стремится как-то помочь малой родине, внести лепту в ее процветание. К тому же у жителей отличные взаимоотношения друг с другом. Они любят проводить совместно большие праздники. Да и просто душевно общаться. Живем в Кунтиковке уже много-много лет. Основным-то Кунтиковой фамилией живут. И теперь-то и деревня у нас Кунтиковка называется. Люди очень хорошие, добрые, вежливые. С маленьких лет. Вот она невеста Салагвата. Тут Южусава женился. Как будто она наша сестра. С маленьких лет мы всегда живем так дружно. Это праздник села. Вот мечеть, когда открывали, мы дружно всей семьей селом. Жизнь идет своим чередом. Появляются новые поколения. И представители всех возрастов обожают родную Кунтиковку. Здесь живет много молодежи. Деревня все так же процветает и обогащается новыми хозяйствами.